Приветствую вас. Как и сказал мой коллега Игорь Летучий, любые книги и знания книг нужно использовать с умом. Вы, то что сделали вы, вы идеализировали книги и смысл в этих книгах. Вы идеализировали значение тех идей, которые были преподнесены вам в этих книгах. Любая идеализация влечет за собой еще более сильную деидеализацию, то есть разочарованию. То, что вы пишете, а пишете вы, что, значит, понял, что в жизни одного этого не то, что мало, это вообще ничего не значит, если вы ошибаетесь. Потому что позитивное мышление является, как бы сказать, связующей нитью всего, что делает человек. То есть оно с одной стороны находится и в отдалении от того, что делает человек, но в то же время и пронизывает все, что он делает. Поэтому, видите, вас с стороны в сторону мотает. Это называется эмоциональные качели. У нас не знание и умение реальной жизни. Да, у нас не знание и умение реальной жизни. И надо сказать, что книги, о которых пишете вы, они учат не этому, они учат более глобальному. Предполагая, что реальные знания жизни и навыки реальной жизни у вас уже есть, по крайней мере базовые. Почему вы решили, что эти книги учат реальной жизни, для меня загадка. Дальше, так, значит, дальше, вы пишете, а не какое-то позитивное мышление, про которое все время говорится в этих всяких психологических аудиокниках из детства, вы обесцениваете аудиокниги. Их прослушивание после отрата времени вновь обесценивали. Плюс, превышение своей значимости в жизни других людей невероятно не обратно в взлет самооценке, которая все равно обломает жизнь. Как сказать, вот то, что вы пишете, что превышение своей значимости в жизни других людей, да, превышение, это действительно иллюзия, но это иллюзия, которую вы создали себе в книге, в книгах. Этой иллюзии быть не могло никак. Это скорее вы для себя сделали такой вывод, потому что вам, вероятно, хотелось и хочется быть значимым в жизни других людей. То есть, какой вывод вы извлекли из тех знаний, которые были заключены в книгах, это уже ваша собственная ответственность. То есть, вы перекладываете ответственность за свои выводы на книгу и отказываетесь брать ответственность на себя за те знания, за те выводы, которые вы сделали. Дальше. Невероятный, необратный взлет самооценки, который все равно обломает жизнь. Опять же, необратный взлет самооценки, это ваша субъективная реакция, книга здесь ни при чем. Что скажете на этот счет? Сказал. Кто-то в интернете все эти тренинги и личные завороты, книги, как раз тысяч успеха и т.д. и т.д. Нет, это позволяет раскрыть человеку свои возможности. Но кто сказал, что прочитав одну книгу можно достичь успеха? Если нет способностей, если нет своего собственного фильтра, через который пропускаются знания, если нет адаптации этих знаний под вашу психологическую реальность, то, естественно, будут такие ситуации, которые вы описываете. Именно поэтому работать лучше с психологом, который будет как бы посредником между психологическими знаниями и вами. Который адаптирует психологические знания именно для вас. Поэтому психопсихолог гораздо эффективнее, чем книги. В этом смысле. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова